Как вы помните, новой элитой России являются военные, которые убивают людей в Украине. По крайней мере, так сказал Владимир Путин. Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и вот без всякого преувеличения могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты. Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России. Достойные люди. Но что это за элита? Наверное, достойнейшие люди, которые, заняв какие-нибудь официальные посты или становясь полноценными членами общества, когда они вернутся с войны, смогут поднять страну на новый уровень, вести ее вперед, к светлому будущему, ведь это достойнейшие люди, имеющие несгибаемый моральный стержень и готовые на все ради справедливости и чести. На самом деле, вы наверняка считываете иронию, но ирония – дело такое. Понимаете, кто угодно может иронизировать на чем угодно. Нас интересуют с вами факты. Вы наверняка ловили себя на мысли, что каждую неделю появляется какая-нибудь публикация про то, что очередной российский военный непосредственно же в России зарезал сожительницу, убил знакомого, еще что-нибудь сделал. Кинул гранату, в конце концов, светошумовую, все в порядке, не осколочное, но на детской площадке. Наверняка эти новости попадаются, и вы задаетесь вопросом, ну неужели все они такие? Не все. Не все, а совершенно не все. Однако много. Действительно, по ТСР, действительно, то, что набирает туда, в российские войска преимущественно отребье, если не брать мобилизованных, то это все дает ожидаемый эффект. Это люди, которые с легкостью готовы убивать, это люди, которые бухают, это люди, которые употребляют наркотики, причем зачастую на самом фронте, но от этой привычки не отказываются, когда возвращаются на гражданку. Однако на гражданке совершенно другие правила жизни, и они с этим не согласны. Там в окопе они чувствовали и нафантазировали себе, что они какие-то герои. Вот по Первому каналу сказали, что они большие молодцы. Путин сказал, что они новая элита, они возвращаются на гражданку и понимают, что нахер никому не нужны. Со своим боевым опытом, со своим опытом ходить в местные атаки и чудом выживать. Но не нужны они просто здесь. Жена уже ушла к другому, собственно, дети забыли, как ты выглядишь, если были. Ну, а все твои друзья продолжали развиваться и строить карьеры, пока ты, собственно, убивал людей в другой стране. Ну, а то и вообще уехали из страны подальше, потому что не хотят себя ассоциировать с фашистским государством. И в таких ситуациях эти герои войны спиваются, начинают буянить, начинают насиловать, грабить, убивать. И это уже становится полноценной частью российской действительности. И надо понимать, что то, что происходит сейчас, это лишь анонс, это демоверсия, это ничтожно малая часть того, что ждет в будущем. Потому что, ну, с фронта, как вы могли заметить, особо-то никто и не возвращается. Мобилизация в России бесконечная, по крайней мере, никакой крайний срок мобилизации Владимир Путин не обозначил. А контракты на период мобилизации, которые все еще формально продолжаются, тоже бессрочные. Максимум, как военный может попасть домой, это какой-нибудь отпуск или самовольно покинув часть. Нет, была какая-то когорта людей, да, вот, например, зэки вагнеровские, которые до определенного момента могли действительно 6 месяцев отвоевать и вернуться домой. Но их количество не то, чтобы прям большое, потому что там выживало вот, ну, с ноготочек. Я помню, из первого набора их выжило сколько? По-моему, 116 человек или 130 человек. Что это такое? А на кадрах, которые реально показывал Пригожин, было и того меньше. Но даже в этом ничтожно малом количестве преступления российских военных внутри самой России уже стали притчей во языцах. Это уже довольно ощутимое количество всевозможных преступлений. Причем более наглых, что ли, когда какой-нибудь, значит, ветеран СВО стреляет из пистолета в центре Питера. Или когда убивает титулованную учительницу России по синьке, не по синьке, почувствовать себя богом. Но, тем не менее, это уже регулярная часть нашей действительности. Это все при том, что российским медиа, ну, как медиа, провластным изданием, остающимся в России, четко спустили сверху, что как можно меньше освещать такие истории. Ведь они как-то могут не порадовать народ. Тем не менее, эти истории все равно просачиваются. Причем в большом количестве. Новая газета Европа, собственно, ознакомилась с большим количеством приговоров и отметила невероятный, лавинообразный, я бы сказал, рост количества преступлений, совершенных, собственно, российскими военными на территории самой России. Даже не на территории, там, я не знаю, каких-нибудь оккупированных, а на территории самой России. На оккупированных территориях, там вообще российские солдаты творят форменный беспредел и садизм, не говоря уже про непосредственно линию боевого соприкосновения. Но об этом мы и так с вами много говорим и поговорим обязательно еще. Сегодня же я хочу прононсировать жителям России, какой их жизнь будет в любом случае. Независимо от того, что будет происходить дальше, сотни тысяч людей из ПТСР вернутся обратно в города и на свои улицы, увидя, что жизнь там ушла вперед, пока они в грязи, ворочались в окопах, выполняя волю коррупционера и просто закомплексованного диктатора. Пока они были в окопе, все остальные люди жили свою жизнь дальше, и она ушла вперед. И эти люди, которые прошли через окопы, они интегрироваться нормально в общество не смогут. Более того, во многих странах, даже когда люди принимали участие в боевых действиях, не являясь частью фашистской оккупационной армии, они все равно с трудом потом могли интегрироваться обратно в общество, когда они по-настоящему были героями войны. А уж когда мы говорим об армии отребья плюс мобилизованных, которые ничего хорошего не делали, которые на территории чужой страны убивали людей, вот у этих людей такие проблемы с башкой уже сейчас, и дальше это будет только хуже. Поэтому независимо от итога этой войны победит Россия, проиграет Россия для россиян, в контексте гигантского количества людей из ПТСР, которые вернутся с фронта и будут бухать, стрелять, убивать и взрывать, ничего не меняется. Могут быть совершенно разные, конечно, развития ситуации, в зависимости от того, что там, если, ну, допустим, Россия проиграет, и действительно пойдет путинский режим, и действительно придут там нормальные люди к власти, которые будут желать процветания в стране, которые, значит, больше не будут воровать, а которые бюджетные деньги пустят, там, я не знаю, на психологическую реабилитацию для военных, тех, по крайней мере, кто не был замазан в военных преступлениях, а остальных посадят, тогда шанс там того, что это будет прям, не знаю, массовая история, от которой невозможно будет спрятаться, он будет чуть пониже. Да, если же там Россия не проиграет в Украине, то, ну, это будет прям новая элита, новая элита, которая все запланирует. Но давайте же ознакомимся с публикацией «Новые газеты» про преступления новой российской элиты и про оборот оружия, который напрямую влияет на количество этих преступлений. В конце марта Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников СВО от уголовной ответственности за большинство преступлений, включая убийства и изнасилования совершеннолетних. Военные при этом уже имеют привилегии в российском суде. С начала вторжения как минимум 1130 ветеранов войны в Украине были обвинены в гражданских преступлениях от нарушений ПДД до убийств. Примерно в двух третях приговоров наказанием смягчили, как участникам СВО выяснила «Новая Европа». Они рассказывают в своей публикации, как военные отделываются штрафами там, где обычных россиян отправляют в лагерь. Бывший муж Татьяны, экс-наемник ЧВК Вагнер, в октябре 1922 года избил ее на глазах у дочери, нанес несколько ударов в живот, по лицу, а затем достал пистолет с угрозами завалить женщину. Когда Татьяна очнулась, то не смогла открыть глаза из-за отеков. В больнице она провела две недели. Там ей сделали операцию, заменив раздробленные кости лица титановой пластиной. Вернувшись домой, Татьяна добилась возбуждения уголовного дела по обвинению в вымышленном причинении вреда здоровью и средней тяжести. Часть 1 статьи 112. В суд бывший муж принес медали за взятие Бахмута и бахмутская мясорубка. Дело прекратили, назначив бывшему военному судебный штраф в 5000 рублей. Это следует из текста постановления, с которым ознакомились журналисты 74.ru. К обычным гражданам подобную снисходительность российские судьи проявляют крайне редко. В 2022 году, по данным судебного департамента при Верховном суде, только 1,5% обвиняемых смогли добиться штрафа с прекращением дела по статье 112 УК. Наличие смягчающих обстоятельств в деле подозреваемого может быть беременность, например, оказание медпомощи потерпевшему или явка с повинной. Она может повлиять на строгость приговора, а иногда это повод назначить наказание даже ниже, чем предусмотрено Уголовным кодексом. В ноябре 2022 года важной истории обнаружили более 80 приговоров военным, только в четверти из них обвиняемые получили такой же вид наказания, как и большинство осужденных. Участие в войне напрямую в списке смягчающих обстоятельств не указано, но за два года войны смягчать приговоры участникам СВО уже стало привычной практикой российских судов. К примеру, штрафы за вождение в пьяном виде получают более 80% подсудимых военных, 13 раз чаще, чем по всей стране. Большинство россиян по этой статье приговаривают к обязательным работам. За оборот наркотиков в значительном размере штрафуют 70% ветеранов. Это в два раза больше, чем гражданских россиян. Это неписанное правило распространяется почти на все популярные среди военных преступления, от мелкого взяточничества до оборота боеприпасов. Единственное преступление, за которое военных судят строже, чем гражданских, это оборот взрывчатых веществ. За это ветеранам назначают реальные сроки в четыре раза чаще, чем гражданским. Возможно, такая строгость связана с тяжестью нарушений. Военные имеют доступ к легальному оружию, тогда как гражданских могут осудить за пачку дымного пороха в сарае. В общем, участники войны получают менее строгие наказания. Доля приговоров по видам наказаний для ветеранов войны и всех подсудимых выглядит следующим образом и сейчас перед вами. Стремление смягчить приговоры военным доходит до крайних форумов. Так, если причиной конфликтов становится отношение жертв к войне, судьи возлагают вину на саму жертву, называя потерпевших инициаторами преступлений. Так произошло с пенсионером из приморского города Дальнеричинск. Выпиваясь бывшим военным, он высказался про операцию в Украине, чем сильно разозлил ветерана войны. Тот повалил пенсионера на пол и стал бить его сначала табуретками, а потом кухонным ножом и битой. Наутро он спрятал тело во дворе своего дома, где его заметила соседка. Судья зачел награды ветерана как смягчающее обстоятельство, а также отметил противоправность действия потерпевшего. Убитый пенсионер был признан судом инициатором возникшей ссоры, который своими высказываниями про военную операцию в Украине сильно задел чувство подсудимого. И хотя признание военных наград смягчающим обстоятельством не обязывает судей выносить менее строгие приговоры, по словам анонимного эксперта в области правопроменения это очень важный формальный сигнал, который отражает идеологию и риторику государства. Как минимум 158 бывших и действующих участников войны осуждены уже не первый раз, а среди тех, кто совершил насильственные преступления против жизни и здоровья, судимость имеет каждый шестой военный. Любой рецидивист, согласно Российскому Уголовному кодексу, не может получить наказание менее 1,3 части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но только если в деле не окажется смягчающих обстоятельств. Выходит, что участников войны это правило не касается. Так, в августе 2023 года Евгений Зимин, призванный на фронт в первые дни мобилизации, взял отпуск и уехал в Мориэл. Там военного задержали с 0,4 граммами мефедрона. Спустя два месяца во время прикомандирования к другой войсковой части Евгений снова попался полиции, теперь уже в Казани и с 0,8 граммами альфа-ПВП. За оба преступления Зимин, который на войне успел заработать несколько медалей, получил небольшие штрафы 25 и 26 тысяч рублей. Это минимальный размер наказания по части 1 статьи 228, которая предусматривает до трех лет лишения свободы. 25 февраля в якутском поселке 35-летний ветеран СВО зарубил топором победительницу конкурса «Лучший учитель России». Спустя месяц другой военный изнасиловал 9-летнюю школьницу из Кургана. Такие истории медиа публикуют постоянно. В августе за убийство шестерых жителей Карельского села был задержан 37-летний Вагнеревец, а в октябре дело завели на еще одного наемника, он убил свою 4-летнюю падчерицу. В декабре 23 года, как подсчитала 251 человек. С каждым месяцем боевых действий таких преступлений становится все больше. По данным новой газеты Европы, за 23-й год число приговоров ветеранам войны выросло в 7 раз, а число насильственных преступлений против жизни и здоровья в 13. В частности, выросло число насильственных преступлений сексуального характера. В первые 6 месяцев 23-го года, по данным Судепа, военные суды вынесли рекордное число таких приговоров. Только по минимальной оценке с начала вторжения 192 бывших и действующих участников СВО обвинялись в насильственных преступлениях. Правда, естественно, на общероссийскую криминальную картину насильственные преступления военных пока не сильно влияют. Например, убийства, совершенные участниками СВО, составляют менее процента от всех убийств по стране. Кроме того, участников войны также судят за вождение в нетрезвом виде, оборот наркотиков и мошенничество при получении выплат. Вместе с военными из Украины едет их оружие. В 23-м году в российские суды поступило рекордное за 10 лет число дел за оборот огнестрела, взрывчатки и боеприпасов. Это довольно важная история, потому что оборот оружия и свободный к нему доступ позволяет абсолютно любые преступления делать намного эффективнее. От простого заказного убийства до какого-нибудь крупного теракта. Чем легче вам достать нелегальное оружие, я подчеркиваю, тем легче вам действительно причинять какое-либо зло внутри самой страны и внутри любой ее части. И поэтому оборот оружия это вообще не шутки. Это нелегальный оборот оружия, это гигантская проблема и в России она просто семимильными шагами идет. Собственно, после начала полномасштабного вторжения, пишет новая газета Европа в другой своей публикации, в России, согласно Global Organized Crime Index, вырос объем черного рынка оружия. Сейчас страна занимает второе место в Европе, уступая только Украине и находится на уровне Пакистана, Эфиопии, Чада и Нигерии. Ну, почему Украине, я думаю, понятно, я думаю, все вы помните, как в начале вторжения, в том числе в Украине раздавали стрелковое оружие просто всем, потому что была неиллюзорная вероятность, что российские войска просто зайдут в Киев и начнут пытаться его уничтожать. Поэтому, действительно, оборот, незаконный оборот оружия в Украине весьма большой, но Украина сейчас защищается изо всех сил и поэтому понятно, почему он там такой, тем более, что, собственно, война, по сути, пришла в Украину, ее принес Путин еще в 2014 году. Тем не менее, Россия уже совсем-совсем рядом и на уровне как раз африканских стран. Никакая война в Россию не приходила. Это Россия пыталась привнести войну в другие регионы. Основная причина, как отмечают эксперты, это, конечно, боевые действия. В 2023 году в военные суды поступило 179 дел за оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Это в два раза больше, чем в последний довоенный год. При этом число дел в гражданских судах по аналогичной статье не изменилось. Вот как военные пытаются вывезти оружие с фронта. За месяц до мобилизации Александр Андрейчук сам пришел в военкомат и уехал в Украину. Прослужив несколько месяцев, он решил украсть из базового лагеря оружие в надежде продать его своему знакомому в Россию. Ночью ему удалось тащить со склада автомат Калашникова, два артиллерийских снаряда и штык-нож. После неудачной попытки сбыть украденное за 50, а потом уже и за 10 тысяч рублей Андрейчук спрятал оружие в поле, где его засекли полицейские. В июле 22 года военный роман Целуйко обманул своего сослуживца, чтобы проникнуть в комнату для хранения оружия. Оттуда он взял автомат Калашникова со 120 патронами и пронес украденное через КПП в Крыму. В Севастополе его ждал знакомый, который вызвался найти покупателей. Но сбыть автомат не получилось. На месте военнослужащего поджидали сотрудники ФСБ. Прапорщик Владимир Карпов в июле 22 года производил осмотр поврежденного тигра. Этот автомобиль прибыл из зоны боевых действий. В нем прапорщик нашел 37 патронов и решил их продать. Приехав в отпуск, Владимир договорился с покупателем, который оказался сотрудником правоохранительных органов. С фронта оружие попадает на российские ресурсы, телеграм-каналы и сайты. Их блокировкой Роскомнадзор занимается с 2016 года. Тогда впервые были заблокированы площадки для продажи пистолетов, в том числе популярный оружейный магазин «Черный рынок». Но это не помешало ресурсу продолжить работу. Как и другие магазины, например, «Лавка Бена», сайт просто меняет домен после каждой блокировки. В сентябре 22 года «Черный рынок» расширил склады и продолжает продавать патроны, боевые пистолеты, гранаты, а также разрешение на оружие и справки из военкомата для выезда за границу. Некоторые поставщики не скрывают, что продают оружие с фронта. Так, в феврале был заблокирован сайт, который предлагает прямые поставки из зоны АТО. Так называют «ЛДНР». «Успешно занимаюсь выкупом потерянного противником оружия. Сами подумайте, зачем сдавать найденное оружие командованию, если можно выгодно продать местному скупщику», пишет автор площадки. «Сейчас в реестре заблокированных сайтов как минимум 237 адресов, идущих на оружейные магазины. Больше половины из них были внесены в реестр в 2023 году». То есть, насколько вы понимаете, масштаб просто гигантский. То есть, просто послушайте эти суммы. Типа за 10 тысяч рублей коллаж, блин, с артиллерийскими снарядами, но даже за 50, за которые он хотел продавать изначально. Чем дефицитнее товар, чем меньше его оборот, тем выше его цена. Если продают по бросовым ценам, причем ниже себестоимости, это значит поток вот этого оружия в Россию гигантский. Если 237 сайтов только заблокировано, и то только в 2023 году, это значит количество предложения огромное. Ну, если бы это предложение никуда не выливалось, то этих сайтов бы не существовало. Это законы рынка. Поэтому можно сделать очень простой вывод, что оружие в России сейчас просто до жопы. Огромное количество стрелкового оружия на руках, гранат, взрывчатки, а то и артиллерийских боеприпасов. Правда, не очень понимаю, зачем они нужны. Внутри страны вряд ли кто-то может артиллерию своровать. Да хрен его знает в конце концов. Вот. Поэтому в любом случае это гигантская проблема, которая уже периодически ощущается, но будет ощущаться лишь больше. Новая газета Европы напоминает, что после стрельбы в казанской гимназии в 21-м году Владимир Путин поручил ужесточить контроль за оборотом оружия. Тогда были введены новые основания для аннулирования лицензии, к примеру, за отказ предоставить оружие для досмотра сотруднику Росгвардии. Однако в 22-м году количество преступлений с применением огнестрела стало быстро расти. Только за первый год войны, по данным МВД, в России на треть выросло количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки, а в январе 2023 года еще на 50%. Но в основном это было связано с обстрелами приграничных территорий, которые таким образом попадают в статистику. Однако с середины 2023 года правительство перестало раскрывать подобные данные о преступности по регионам и оценить ситуацию сейчас невозможно. Когда правительство закрывает какие-либо данные, это значит цифры, которые там фигурируют, очень сильно демонстрируют некие плохие показатели. Итого, по совокупности цифр в приговорах, которые мы видим, по совокупности количества заблокированных сайтов, по совокупности того, что мы видим закрытие статистики, очень просто прийти к выводу, что в России гигантский сейчас оборот оружия и топ-2, что называется, в Европе. И, естественно, это будет иметь свои последствия. Я в целом общался с людьми, которые объясняли, что 90-е, конечно, во многом в том своем виде, которого боятся люди, вот 90-е с братками, с волынами, с гранатами, они стали в том числе возможны благодаря Афганистану как раз, благодаря Афганистану, потому что с него тоже шло оружие в большом-большом-большом количестве, но потом, понятно, Чечня. и, собственно, мы видим похожие процессы прямо сейчас и в дальнейшем они будут только усиливаться, потому что, как я уже обозначил, это все приквел, это все разогрев, если хотите. Настоящие ягодки вот этого всего, они пойдут позже, когда сотни тысяч людей будут возвращаться с фронта без профессии, выдернутые из жизни, с убитой психикой и, конечно, они с радостью, ну или без радости, но тем не менее, встанут на дорогу криминала, который будет сопровождаться, безусловно, вооружениями. Поэтому 90-е еще покажутся раем, потому что в этот раз через мясорубку войны прошло гораздо больше людей, в разы просто больше людей, и это все будет иметь неизгладимые последствия на всю дальнейшую российскую судьбу, независимо от итога этой войны. Ну а в зависимости от итогов этой войны будет либо чуть лучше, чем можно себе представить эту катастрофу, если Россия потерпит поражение в этой войне и Владимир Путин лишится своей власти, или еще более ужасающие последствия, чем даже описанные мной, если Владимир Путин не проиграет в этой войне и останется у власти. Основные каналы трафика этого вооружения пролегают, естественно, через оккупированные регионы. Ростовская область в лидерах по числу уголовных дел за оборот оружия. Суды этого региона попадают в дела с оккупированных территорий. С начала войны они рассмотрели половину всех дел за оборот огнестрелы, взрывчатки и боеприпасов против военнослужащих. Только за 2023 год ростовские судьи вынесли 91 решение по обороту оружия. Это в три раза больше, чем в последний довоенный год. Ну и возвращаясь к теме контингента российских солдат, которые, возвращаясь с войны в том или ином виде, в отпуске или на совсем там поранению, например, начинают тварить дичь и преступления уже непосредственно в России, сложно избежать темы как раз контингента людей, который набирался. Призыв на фронт с места лишения свободы выпустил на волю в том числе особо опасных преступников. Один из самых громких случаев это возвращение на свободу жителя Кемерово Владислава Канюса или Ганюца. В июле 2022 года он получил 17 лет колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней Веры Пехтелевой. Полицейские, которые не приехали на вызов девушки, отделались условными сроками за халатность, а убийца стал героем СВО и был помилован. Среди помилованных Путиным военных, как выяснило агентство, минимум 17 человек были осуждены за жестокие убийства. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они оказались на свободе, искупив вино кровью. Сейчас депутаты и вовсе решили обеспечить участникам СВО иммунитет от уголовного преследования. 6 марта такой законопроект был внесен в Госдуму и в этом же месяце его подписал Путин. Если военный совершит преступление во время службы или приехав в отпуск, его просто освободят от наказания. Юридически это будет происходить в момент увольнения либо получения госнаграды. Такое же правило действует для подозреваемых в преступлениях. Подписав контракт с Минобороны, они могут избежать наказания. Это касается и дела об убийствах и нанесения тяжких телесных и изнасилований. Исключение составляет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, участие в теракте, контрабанда, наемничество еще около 30 статей. Авторы закона считают, что механизм освобождения военных от уголовного наказания увеличит привлекательность службы в армии. Правда, добавляю я уже от себя, они не уточняют для кого это увеличит привлекательность. Ответ очень простой. Когда я говорю, что в российской армии помимо мобилизованных в основном отребья, это не снобизм, это констатация факта. Потому что, ну, я против того, чтобы делить людей по детерминированному признаку. Раса, пол, возраст, национальность и многие другие. однако, по детерминированным я считаю, что вполне возможно. И действительно, люди, которых набирают в российскую армию сейчас в качестве контрактников, это, как сами признаются в письмах, которые рассылаются по регионам, это алкоголики, наркоманы, это должники, очень сильно проигравшиеся. В общем, как их называют, социально неблагополучные люди. Считаю ли я, что эти люди недостойны жить в обществе? Нет. Я считаю, что таким людям нужно помогать. алкоголикам помогать с алкогольной зависимости, наркоманам с наркотической, а, соответственно, должникам, в зависимости от того, что у них там за проблема. Это может быть лудомания, это может быть недостаточная образованность и так далее. То есть я не считаю, и говоря про то, что это условное отребье, я говорю не про тех людей на стадии того, когда они существуют в такой ситуации сложной жизни. Про отребье я говорю тех, кто при всем этом готов идти убивать за деньги. Вот это настоящее отребье. Более того, мы видим, что большое количество преступников с зон прямо отправилось и отправляется до сих пор, теперь из женских, на фронт. И здесь история в том, что, конечно, тот человек, который совершил какое-либо преступление, не становится автоматически исчадием ада. Вообще система наказания, она еще и исправительная, и она должна исправлять. Проблема в том, что российская система не особо исправляет, и в том, что те люди, которых отправляют на войну из тюрем, они не отсиживают свой положенный срок. Поэтому даже если бы мы предполагали, что они могут исправиться в тюрьме, этого не происходит. Как убийца Веры Пехтелева, он сел в 22-м, ну то есть на 17 лет. Он не успел отсидеть вообще нисколько, он не почувствовал ответственности за совершенное действие, он не почувствовал последствий. И огромное количество людей, которые не почувствовали последствий, теперь служат в российской армии, а часть из них уже вернулась в города. И вот вернувшиеся в города как раз делают преступление. Опять же, пока преступления российских военных составляют лишь 1%, например, от убийств. Но это ничтожно малое количество вернувшихся военных. Дальше их будет возвращаться все больше и больше и больше. Нет, многих, конечно, убьют. Многие станутся инвалидами, хотя инвалиды, абсолютно такие же люди, как и мы с вами, также могут совершать преступления. И эти люди, которые будут возвращаться толпами, несмотря на количество погибших, они будут совершать все больше и больше преступлений. Потому что вот эта грань, которая отделяет нас от, например, возможности убийства, она заключается в том, что убийство табуировано. Убивать нельзя. Нам с детства это говорят. Только-только в рамках самозащиты. Российские же военные, которые сейчас воюют в Украине, убивают по прихоти Владимира Путина. Они не защищают свою страну, они не на территории чужой страны. Они убивают на территории чужой страны граждан чужой страны. И связь с реальностью у них, конечно, теряется. Не говоря уже о том, что сам факт убийства людей и нахождение в ситуации, когда вокруг тебя постоянно трупы, постоянно стрессы и все такое, просто отлетает кукуха. Часть из этих людей, конечно, наложит на себя руки. Часть людей станет преступниками. Часть может, возможно, интегрироваться в общество, но это зависит от того, какие механизмы интеграции в обществе будут. Но, обращаюсь ко всем россиянам, чем дольше идет эта война. Чем больше людей будет перемолото в этой мясорубке, в том числе психически и психологически, тем с большими последствиями вы столкнетесь внутри своих городов. Если вам кажется, что все это где-то там, все это вас не касается и вообще вы вне политики, то это все к вам придет. К вам это придет в виде стихийных бедствий, на ликвидацию которых у власти нет денег, и какой-нибудь губернатор предложит вам 20 тысяч рублей взамен вашего затопленного дома. Вам это придет в виде соседа ЧВКшника, который с пьяну будет кидать на детские площадки светошумовые гранаты. Вам это придет в виде бизнес-партнера, который в центре Петербурга, недовольный тем, что вы ему говорите, просто несколько раз стрельнет вам в голову. И все. Это придет вам в виде взрывающейся гранаты. Это придет вам в виде пули из АКА. Это придет вам в виде пьяного военного, который будет вас душить. Это все будет частью вашей жизни. Не говоря уже про бандитские группировки, рэкет и все то, про что вам могут рассказать родители, если вы примерно моего возраста. Только в гораздо большем объеме. Потому что людей, которые через все это прошли, будет больше. Кормовой базы меньше. Особенно в случае, если Россия не проиграет в этой войне и будет оставаться в международной изоляции и в отсутствии каких-то прямых довольно простых доходов на энергоресурсах. Это все ждет впереди. Поэтому вот она, новая элита Путина. Убийцы, насильники, грабители. Это те, кого создает Россия прямо сейчас. Кого она собирается возвышать. И те, кто уже сейчас пользуются снисхождением, в том числе в судах, им буквально говорят творите, что хотите. Но парадокс в том, что они-то хозяевами жизни тоже не станут. Хозяевами жизни останутся те, кто и так являются. По крайней мере, пока не падет режим Путина. А те, которые мнят, что они пойдут на то, что российская власть называет СВО, в итоге, в лучшем случае, если выживут, получат на всю жизнь отъехавшую кукуху. И никогда с ними никто не сблизится, никогда никто не будет воспринимать их как людей. Их будут воспринимать как угрозу, которой, по сути, они и будут являться. Такое вот безрадостное будущее, обеспеченное Владимиром Путиным для всех россиян, независимо от их взглядов. И сколько бы вы не поддерживали его, сколько бы вам не казалось, что Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец, сколько бы вы не смотрели пропаганду, знайте, что это все уже рядом. И дальше этого будет становиться только больше.